Ребята, я начал снимать вот это видео, когда на ютубе смотрел какие-то другие видео и в рекламе, которую мы вынуждены смотреть постоянно, вот девушка приходит на велосипеде и говорит, что английский это легко, буквально за несколько минут, за какое-то короткое очень время можно выучить буквально базовым, научиться базовым фразам. Все это настолько звучит в такой большой брехнёй и чушью, что даже вспоминать не стоит об этом говорить. И они это настолько интересно преподносят, просто не знающий человек, он совершенно, ты об этом не подумаешь, что это абсолютно вообще практически невозможная вещь, и они говорят, понимаете, что ну вот как поломанную руку вылечить за неделю, ну это же невозможно. Ну посмотрим, вот мне понравилось, сам иностранец говорит об изучении английского языка, видео названо как самая большая ложь в обучении английского языка, посмотрим, что он говорит, короткий фрагмент, послушаем. Выучить английский за 10 минут раз и навсегда. Ребята, это всё просто ерунда. И так часто вижу такие рекламы или видео в интернете, которые вам говорят, что вы можете выучить английский язык за такое безумно короткое время. И я просто ненавижу такие видео, потому что они всё устроят так, как будто это действительно так легко, так быстро выучить английский язык. И тогда, когда вам не получится выучить этот язык за такое короткое время, вы думаете, что проблема с вами. Но выучить любой язык, тем более английский язык, очень сложные дела, которые продолжаются минимум несколько лет. И если честно, никогда не заканчивается. И поэтому я вас попрощаю, не поддерживайте. Ну, практически, конечно, абсолютно верно говорить, что изучение языка практически никогда не заканчивается. Если у тебя в начальных этапах изучения нет определенной, не знаю, может быть, как популярно это слово дурное, какое-то называют, мотивацией. Если нет определенной потребности, если ты не увлекаешься, если ты не получаешь удовольствия от того, что ты делаешь в общем-то, в целом. И не включаешь какую-то силу воли, достаточно регулярную, хотя бы в день, там, по часу, по два часа. Словарная работа, работа со словарем, с текстами. И имеется прекрасная площадка интернет, разные аудиоматериалы тоже не должны отставать от этого. Соответственно, только на базе вот этого можно будет что-то изучить. Вот я вам покажу определенные вот эти вот журналы. Вот эти вот журналы являются самой такой базой. Но они достаточно такие вот, может быть, не новые. Но тут все звезды. Но это, наверное, можно сказать для тех, которые уже немножко и двяются, то, что называется, тех, которые продвинуты. Да, вот тут вот видим на большом этом журнал «Культура». Так, «Десять дней, которые прославили королеву». Не знаю, какие десять дней, сам не читал. Конкретно эти журналы не читал. Ну, определенные читал, но не все. Ну, вот журнал называется «Культура». Короче говоря, тут очень много разных интересных вещей, которые вообще планируют что-то изучать. Да, вот, в общем-то, эти журналы направлены на такую, на театрально-кинематографическую тематику. Актеры тут говорят про разные вещи. И я вот определенные статьи смотрел. Язык настолько вот такой метафорично-образно-оллегоричный, с эпитетами разными, в общем-то, с метафорами. То есть вот такая вот культурная жизнь. Я сейчас могу представить вам, что вот тот, кто планирует на самом деле учить и заниматься, делать что-то, попытаться уметь говорить. Короче говоря, вы должны уметь. В первую очередь хочу подчеркнуть, чтобы вы могли научиться, научиться надо в первую очередь навыкам чтения. Навыкам чтения и параллельно надо прослушивать, возможно, что-то записывать на диктофон, чтобы у вас был ваш личный такой тренер. Тренер, и значит, он сможет проследить за вашей дикцией, по произношению, в основном фонетику отследить. И постепенно начинать переходить на скорость какую-то, скорость речевую, имея в виду, чтобы вы могли быстро читать. И это будет первым трамплином вот таким к тому, чтобы вы могли заговорить. Потому что, как говорят, учить легко, учить легко, и все это очень быстро получается. Хорошо, немножко отвлекусь от своих мыслей и послушаем, что говорит этот парень, иностранец сам, который выучил русский язык. Послушаем дальше. Поддерживать тем, которые снимали такие видео. И поэтому в этом видео я хочу вам рассказать про то, как я выучил русский язык, чтобы вы можете понимать, что вам действительно нужно делать, чтобы учить английский. До того, как мне стало 18 лет, я не знал ни одного слова на русском языке. И поэтому сегодня я хочу с вами открыть такой, ну честный, даже немного серьезный разговор. Потому что я всю жизнь только говорил на английском языке, только на английском и все. И это видео мне будет немножко сложно снимать, потому что обычно я пишу текст. Но сегодня я вообще-то просто говорю на русском, как знал и все. И это потому, что я хочу вам показывать, что вы можете делать. Вот хочу заметить, согласитесь, что вот он только приехав в Россию, развил, в общем-то, вот такую беглость. Не имеется в виду то, что приехал только в Россию, не имею в виду именно вот это. То есть я говорю к тому, что должна быть какая-то разговорная живая практика. Помимо вот этих журналов, помимо этих книг, эти журналы являются, конечно, самой базой, и самым таким мощным инструментом, который что поможет вам выучить. Однако еще что-то вспомогательное было бы хорошо, если бы у вас были какие-то товарищи. Попробуйте, допустим, я лично советую. Я общался и продолжаю общаться. Можно переписываться, можно по разным связям, да, по WhatsApp, по Skype. Ну, обычно, на самом деле-то люди обычно не идут вот на такие контакты. Можно вот где-то, где-то надо находить. Может быть, в сети что-то есть, есть какие-то иностранцы. Даже с теми, у кого английский язык не является родным, очень полезно разговаривать. Это очень сильно развивает. Ну вот, ну вот, вы все видите, вот я занимаюсь такими разными вещами, в том числе и переводами, в том числе и преподаванием, в том числе и, может быть, что-то озвучкой, озвучкой каких-то материалов вот ютубных перевожу иногда. The Republic of the Sea. Тут написано, что республика лжи. Что-то тут, видите, может быть, если помните, это бывший президент Франции Жак Шерак. И вот тут, вот в тексте написано, что один из шести фрегатов французских, проданных тайваньским ВМС, значит, сильно превысили в цене. Президент Жак Шерак и его протеже, премьер-министр Доминик Девельпен, которого обвиняли в эксплуатации, значит, сверхсекретной информации. Вот такой перевод. Ну, короче говоря, чтобы вот так переводить, сходу, ну, можно к этому прийти, но это займет, ну, займет, может быть, 3-4 года. 2-3-4 года активных таких вот тренингов, тренировок. И, конечно, к этому прийти можно. Это нет ничего такого, на самом деле, может быть, такого прямо сверхсложного. Но определенные сложности есть. Вы, изучая язык, безусловно, будете, безусловно же будете ощущать, что вот делаешь, делаешь, да, занимаешься, там прикладываешь определенные усилия. И получается, что все равно, все равно возникают определенные, типа, казалось бы, определенные сложности. Поэтому, ну, сложности они всегда будут. И постоянно какие-то незнакомые слова, какие-то незнакомые фразы будешь встречать. И это неизбежно, допустим. И это нормально. И главное, что после начальной стадии обучения, допустим, когда вас обучают, после определенных провалов, потому что любое предприятие, любое дело, любое начинание, начинается, так скажем, провал. А ты, вы, наверное, сами ощущали, вы когда-нибудь, когда-то что-то начинаешь. Любое дело там, любое, буквально любое. Я не знаю, бизнес, обучение, университеты, строительство. Ты начинаешь что-то и сталкиваешься с проблемой. И понимаешь, что ты ее, как бы, не совсем в силе решить. Ну, просто надо после этого успокоиться. И после, имея в виду, что после определенных этих провалов, не совершенно стараться не расстраиваться. Расстраиваться, безусловно, будешь. Настроение будет портиться. Но, главное, что вот так вот, чтобы этот первый, второй, третий, четвертый, может быть, бывают 10 провалов, чтобы они не убирали вашу мотивацию, вашу волю. Ну, даже можно посоветовать определенных известных спортсменов. Посмотрите в интернете, и можно увидеть, что каждый спортсмен проходил определенные сложные стадии. Вот я люблю всегда говорить про Нурмагомедова, который в сентябре проводит бой с Парье в Арабских Эмиратах, который выиграл Конора Макгрегора. И он говорил, что у меня были большие сложности, когда после сгонки веса я в больнице в Лас-Вегасе, после сгонки веса, во время тренировок, упал в обморок и оказался в Лас-Вегасе в больнице. Говорит, я звоню отцу, говорю, что я уже так и не могу, уже я как бы сдаюсь. И отец отсюда с Дагестана звонит ему и говорит, что никоим образом бросать нельзя, то это должен довести до конца, провести еще несколько громких боев и прийти вот к такой звездности. И я сегодня узнал, буквально сегодня, 25 июля, узнал из российского издания «Коммерсант», что он является первым среди молодых, значит, успешных спортсменов, не только спортсменов, но и представители, имеются в виду другие телеведущие и многие другие, до 40 лет самым богатым в списке Forbes. Вот европейские оценщики, европейские, значит, СМИ пришли вот к такому, вот к такой цифре, потом идет, после нее идет Бузова, получает что-то такое, в год зарабатывает 4 миллиона долларов, у Хабиба Нурмагомедова 11 миллионов долларов, я не считаю, читать деньги, не подумайте, пожалуйста. Ну, короче, вот, ну, к чему я говорю, я говорил к, значит, мотивации, имел в виду мотивацию. Ну вот, если бы он тогда не был мотивирован отцом и еще, может быть, кем-то, то это, конечно же, он бы не фигурировал в таких громких списках, и он считается одним из самых громких спортсменов вообще в России, в России среди вот такой молодежи до 40 лет, он считается одним из самых известных, когда он выиграл бой с Конором Макгрегором. В общем-то, о России, как и во время Олимпиады, во время Чемпионата мира, благодаря Хабибу тоже узнали больше, особенно его вот этот край, да, в Дагестане, где он живет, в этой деревне, эти кадры, которые были засняты разными телекомпаниями, облетели весь мир и показывали, сами видели вы, наверное, да. Ну, короче, возвращаясь к английскому языку, опять же, должны быть определенные вещи, которые вам помогают, мотиваторы помогают во время провалов вставать, вставать с колен на ноги и снова идти дальше, потому что эти провалы, безусловно, безусловно, они будут. будут. Казалось бы, ты изучаешь, изучаешь, и потом снова. Вот видите, вот такие телефоны были, да, вот такие рекламы. Ну, этот журнал, Британский совет написано. Журнал какого года, надо посмотреть. 2006 год, да, прошло уже практически, практически 12, 12 даже, даже больше лет, да, больше-меньше. Ну, короче, вот так вот, вот, попробуйте, если сложно может оказаться, да, попробуйте взять текст, если у вас есть базовые знания школьные, которые полузабыты, полунедоучены, неподкреплены, попробуйте проштудировать вот этот текст. Возьмите себя в силу, вот эту силу в кулак и проштудируйте несколько раз его, чтобы практически вы могли внутри себя провести этот монолог, чтобы как-то вот эти английские мысли связывались друг с другом вместе, и это вам, конечно же, конечно же, уверен, поможет. Не сразу, не сразу это будет получаться. Но следует сказать, как некоторые идут в спортзал, да, и хотят бицепсы, да, накачать быстро. И что они получают, и что они получают, да, я думаю, что ответ очевиден. И получают то, что, точнее, понимают, что этих тренировок, которые они, значит, совершили в спортзале, совершенно недостаточно. Вот поэтому, чтобы иметь доступ к англоязычному миру, к англосаксонскому миру, к Британии, Новой Зеландии, Австралии, Мальте, той же Ямайке, в общем-то, англоговорящий. Ну, короче говоря, весь мир такой англоговорящий. В общем-то, все говорят. Поэтому, если иметь доступ, надо иметь тренера, тренера, преподавателя, не знаю, чтобы этот тренер в основном говорил. У нас в школах, у нас в школах известно, у нас в школах в основном известно то, что, да и у меня известно, что, в общем-то, преподаватели преподают английский, говоря на русском. Это получается, ну, абсолютно, абсолютно абсурд. Да, вот, как-то, это как лечить ангину, тем самым пить воду с морозилки. Понимаете, да? Зимой ты болеешь ангиной, и тебе говорят, что пей воду с морозилки. Хотя я слышал от некоторых чудаков, говорили, что, и мне советовали, что даже вот, когда начинает горло болеть, они начинают, они кушают мороженое, допустим, да, горло начинает болеть там, сезон болезней, когда там, к ноябрю, когда уже вот холод, уже начинается, вот, лето заканчивается, соответственно, вот так. Ну, короче говоря, что я имел в виду, что русскоговорящие преподаватели начинают преподавать английский язык русскими фразами. Это вообще не работает, это вообще чушь. Надо каким-то образом, когда в самых сложных ситуациях, когда получается, что понимаешь, что ученик, студент, кто бы ни был, совершенно уже не понимает, тогда можно переходить на русский, чтобы донести. В остальных случаях, в общем-то, на уроках везде должна звучать английская речь, максимально. Иначе все будет идти заторможено очень медленно. Русскоговорящим преподавателям тоже, конечно. То есть преподавателям, который ведет, в общем-то, уроки, весь конструкт урока, целиком урок состоит, концепция урока, цель, задача, предмет. Результат состоит, в общем-то, подача вся сама состоит из русскоязычного такого, да, речевого информативного потока. Вот поэтому, конечно, лучше перевести все это на английский, максимально на английский. И это может привести к тому, чтобы ученики сразу с каких-то первых там 15 занятий уже начали привыкать к слуху. То есть была такая слуховая обработка, и это очень будет полезно. Вот сейчас отвлечемся от меня и перейдем к нашему русскоговорящему англичанину. Посмотрим, что он дальше говорит. А, вот что-то экран не включается. Сейчас включим. Включим в университете, но сначала на первом курсе я учил китайский язык. И вообще-то по каким-то причинам, о которых я уже говорил в другом видео, просто не получилось. Но в то время у меня был друг, который также изучал русский язык, и он мне показал его учебник по русскому языку. Я там видел такие буквы, и думал, что это было очень круто. И сразу бросил китайский язык и начал учить русский. Я сразу записался на занятия по русскому языку, и прямо в первом занятии я вообще-то был убираться в русский язык. Это было так круто вообще. И если честно, как человек на Западе, просто было круто, что я имел такую возможность что-то сказать на русском языке. Так что таким образом я начал учить русский язык. Но сегодня я хочу немного более, не серьезно, но более практическо, то есть практикульно говорить с вами и дать вам такие советы, которые вы можете действительно и на самом деле использовать. Когда я записался на занятия по русскому, у меня была структура, потому что я учился в университете. И это важно, потому что я вижу такие видео, такие курсы, которые просто дают тебе, ну как, сто выражений американского сленга, например. И это, конечно, нормально, но если вы хотите именно вот потихоньку улучшить ваш уровень английского языка, вам надо какие-то границы. То есть вы должны понимать, что я сейчас начинал с этого уровня, например, B1, и когда я закончил этот учебник, тогда у меня был уровень B2. То есть вы должны понимать, что у вас есть границы. Это просто бесполезно, когда вы учите новые слова и грамматики, аспекты английского языка, но вы не понимаете, где они находятся в вот такой структуре английского языка вообще. Я не имею в виду, что вы не можете учить... Ребята, на самом деле хочу сказать, что вот в структуре, говорит, да, существует куча разных учебников. Они очень полезны, очень помогают, но все-таки все дело зависит от того, что насколько вы способны, да, насколько вы способны развить, раздуть, увеличить ваш словарный запас. Словарный запас на базе грамматических конструкций, конечно, самое, что ни на есть. Словарный запас – это, конечно, вот самое то, что может быть. Без словарного запаса, конечно, может оказаться, что у вас будут большие, конечно, сложности, потому что получается, что, казалось бы, ты изучал-изучал, да, ты прошел определенные курсы, и для себя ты сделаешь вид, что вывод такой, что вот я прошел год, я выучил, сдал как бы экзамены, да, университетские бывают и по английскому языку, и, соответственно, получается, что ты все равно встречай кого-то или слушай какое-то YouTube-видео, может быть, BBC, может быть, CNN, Fox, SNBC, не знаю, Sky News, в основном, ну, ты не понимаешь, или бывают, Daily Show, Джона Стюарта, я когда-то вот тоже сдавал, вот когда планировал TOEFL, и мне присылали оригинальные версии, значит, ну, примерно такие шоу, как, понимаете, в Америке есть, John Stewart's Daily Show называется, да, как вечерний орган, там он шутит, там он прикалывается, но вот к чему говорю, что словарный запас, постоянно его каким-то образом расширять, это очень неприятно, это демотивирует, это останавливает тебя, ты думаешь, что, ну, вот нет смысла ничего в этом делать, и основной, так же, инструмент хочу, я хочу сказать то, чтобы вы должны иметь возможность все-таки научиться, научиться развлекаться, изучая английский, надо развлекаться каким-то образом, тем самым, может, просмотром видео, я не знаю, общением, то есть, надо развлекаться и увлекаться, вот именно той культурой, теми фонетическими звучаниями, да, как говорится, вот этот, я вот немножко начал эти парозии, говорит президент США, как, да, ну, короче говоря, это не реклама, ничего, вот делюсь своими мыслями после многолетнего пребывания в английском языке, изучения в том числе, ну, вот, попытайтесь расширить свой словарный запас, значит, это будет большущей площадкой, это, еще раз говорю, предупреждаю, что это не будет быстро, многие идут к репетитору, и потом, когда начинаются определенные сложности, то есть, определенный период, походили, изучили, у многих бывает такое, и они, когда встречают что-то определенное, опять же, сложности, когда не понимаешь, потому что английский огромный, он огромнейший, очень много, очень много слов, синонимов, как в русском языке, сленгер-поражение, как говорит носитель языка, так что, вот, надо какие-то найти тонкие такие инструменты, которые, значит, вам дают возможность увлекаться, увлекаться, и вот это вот увлечение должно стать вот таким вот симбиозом того, чтобы вы смогли продолжить английский, продолжить изучать, попробовать найти собеседников, друзей, и то, что вы можете договориться бы поionen. Настой Bereich за ваши вопросы же и Litелы, чтобы следить отметить. ие хотят, скажи, как выглядит и что ли, как ты Hou! Это будет прекрасной способностью, чтобы изучить что-то, особенно друзья. И вот эти вещи могут вам очень сильно помочь. И опять же подчеркну, что сила, сила воли, сила воли уметь себя заставить пойти в спортивный зал в тот момент, когда ты этого не хочешь. Потом это войдет вот в такую привычку даже. Английский тоже самое, войдет в привычку и потом это пойдет. Главное, что на начальных стадиях, в первых 10 провалах не сломаться. Попробуйте все дальше.